Лолом и Вальгопером. Выбранные ваера аккуратно складывают матросы в ваерных отсеках. Труд, нужно сказать, не из легких. Полтора километра металлического троса нужно уложить в небольшой отсек за очень короткое время. И так несколько раз в течение всего дня. Субтитры добавил DimaTorzok После выборки ваера начинают выбирать сам трав. Сначала идет сеть, ее поднимают подъемным краном, стрелой, и сразу же укладывают для следующего запуска. А потом стрела поднимает и макю трава, мешок с рыбой. Мешок напоминает гигантскую авоську, в которую положили несколько центнеров живой рыбы. Пока стрела не перенесет макю на палубу, корабль накреняется на борт под ее тяжестью. Тут подбегает рыбак, находит скрепляющую веревку, шворку и дергает за нее. Авоська распаривается, и рыба вываливается на палубу, разгороженную досками на отсеке. Наступает самый красочный миг во всем лове. Сотни, иной раз тысячи белоблитых палтусов и камбал, плоских, словно осиновый лист, с глазами на одной стороне, гладкая, разевающаяся зубастую пасть треска, головастые бычки с огромными колючными плавниками и ярко-желтого цвета, морские окуни с красными жабрами и плавниками шевелятся, шлепают и сверкают на солнце. Вся команда, за исключением стоящего у штурвала, берется за багры. Начинается сортировка. Поддетые на крючок багра камбала треска и ментай летят в трюк. Бычков и прочих непромысловых рыб отпускают обратно в море. Рядом с судном с криком кружатся чайки, подбирая выброшенную за борт мелкую рыбу. Кто-то встает в сепарацию с ментаем и, стоя по колено в рыбе, специальными приспособлениями заталкивает рыбу в трюк, а кто-то уже снова выбрасывает за борт буй. Пока сенер маневрирует, создавая в море очередной квадрат, сортировка заканчивается. Вот тут бывает минут 10 передышки. Рыбаки перекуривают и все начинается сначала. Кроме рыбы, трал всегда вытаскивает со дна морского какую-нибудь чертовщину. Попадается множество морских звезд, морских роз, морских ежей и множество других морских животных. Часто попадается несколько гайцов и наваг. Они идут на уху для рыбаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Случаются сюрпризы и менее приятные. Вытаскивают тралом металлолом, бревна и прочий мусор. Тогда команде приходится помучиться, вытаскивая такой лов из снастей так, чтобы не повредить орудия лова. Промысел продолжается до тех пор, пока ловится рыба, а она ловилась в этот раз от темна до темна. После того, как трюм заполнен, судно возвращается на базу. На этот раз рыбалка была настолько удачной, что вся пойманная рыба не помещалась в трюм. Пришлось часть оставить прямо на палубе. Довольный уловом команда идет на сдачу рыбы к причалу Дельтафиш. После швартовки готовятся орудия для разгрузки рыбы. Ложка, пожарный шланг с мощным напором воды. На берегу бригада рыбообработчиков, приемщиков занимает позиции вокруг приемочного стола. Крановщик готов, погрузчик расставил нужные места куботейнеры для пойманной рыбы. Начинается приемка. На приемочном столе рыбообработчики сортируют рыбу по породам. Треска отдельно от ментая, непромысловый прилов в другой куботейнер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 а сортированные рыбы отправляются в рыбоперерабатывающий цех. Команда судна снабдила завод рыбой. Рыбообработчики начали работу. МРС Дальтафиш начинает промысел еще весной и заканчивает в последнюю очередь. Навигация малых судов может длиться до 15 октября. Если промысел лосося не превышает 3 месяцев, то белорыбец в Усть-Камчатске можно ловить практически 6 месяцев в году. На промысел лосося, рыбаки ставных неводов и речных рыбалок выходят практически одновременно в начале первого летнего месяца июня. Подготовившись к рыбалке, все предприятия с нетерпением ждут разрешений на начало промысла. Наконец, когда все разрешения получены, Усть-Камчатск оживает. С томными неводами на всей Камчатке ежегодно добывается от 3 до 8% всего улова, причем наиболее ценных пород лососей. В Усть-Камчатске морскими неводами ведется основной промысел. В ряду орудий лова, применяемых в прибрежной зоне, наибольшего внимания заслуживают именно ставные невода. Их отличает высокая уловистость при облове рыб, мигрирующих вблизи берегов. С учетом современных тенденций в промышленном рыболовстве, применение ставных неводов представляется весьма перспективным благодаря их неоспоримым преимуществам. Эти орудия лова действуют автоматически, не требуя дополнительных энергетических затрат. Конструктивные особенности неводов позволяют легко осуществлять регулирование промысла. Ставные неводы, являясь стационарными орудиями лова, не оказывают вредного воздействия на донную флору и фауну. Недостатками ставных неводов являются их значительная материала, емкость и стоимость, а также высокая трудоемкость установки и отчасти обслуживания. Принцип действия ловушек заключается в том, что орудия лова в виде сетного сооружения особой формы устанавливают на пути хода рыбы. Упираясь в сетную стену, называемую крылом, и пытаясь обойти ее, рыба входит в ловушку, устроенную таким образом, что вход в нее удобен, а выход затруднен. Стационарными эти орудия лова называют, потому что во время лова они неподвижно стоят на одном месте. По принципу действия ставные невода являются пассивными прибрежными орудиями лова, однако они обладают высокой производительностью и автоматичностью лова. На протяжении всей путины рыбаки находятся в море. Исключением бывает только штормовая погода, когда все неводчики заходят на берег переждать непогоду. Бригада морского ставного невода 16 человек. Бригадир, помощник бригадира, 10 рыбаков, повар, капитан обслуживающего невод катера Герман Красоткин, механик катера и матрос. Руководит на неводе бригадир. В Дельта Фиш бригаду неводчиков возглавляет Виктор Спиринг. Для него рыбалка – дело всей жизни. Имея огромный опыт работы, уже много лет он работает бригадиром на неводе. Бригадир невода дает команду, все отправляются перебирать невод с прямоугольного стального переборчника. В переборках участвует вся бригада. На жилом остается только кондей, который готовит обед для бригады. На катере – капитан и механик. Рыба, которая накопилась в ловушке, с помощью рыбаков загоняется в садок. Это то место, в устройстве невода, где рыбу накапливают и откуда уйти она уже не сможет. В устройстве невода две ловушки и два накопительных садка. На протяжении всего дня переборки делают каждые два часа. В среднем на переборку двух ловушек уходит от 30 минут до полутора часа. Частота этого процесса зависит от подходов рыбы. Бывает и такое, что сделав всего несколько переборок, садки будут полны рыбы, и рыбакам останется лишь ждать, когда улов увезут на берег. Такое случается очень редко. Не каждую путину рыбы в залив заходит столь много. Накопив достаточное количество рыбы в садках, бригада отправляется на заливку. Так называется процесс перегрузки рыбы из садка в прорезь. Стальную, грязно-оранжевую, прямоугольную.